Надежда Шпенькова. Тема «Иерархичность бытия». Послушаем. Послушаем. С удовольствием. Добрый день. Я представляю Следовательский центр «Человек». Он занимается внутренним строением человека и связи внутреннего строения человека с тем мирозданием, которое нас окружает. Тема называется «Иерархичность бытия». Вот что такое иерархичность? То есть иерархичность — это соподчинение определенных законов, вышестоящего и нижестоящего, то есть это принцип управления. И если начать вот с самого минимума, с нашей планеты, давайте вспомним, что планета строилась по волаткой, строилась семью планами. И для того, чтобы человек восходил, всегда есть какие-то иерархи, которые приходят на планету откуда-то с более высоких материй и начинают нас потихонечку выводить на этот уровень. И если так вот вспомнить таких вот иерархов, скажем, к нам сначала пришел Будда, который что сделал? Он сначала пробудил человечество хотя бы к тому, чтобы задуматься о чем-то ином, кроме того, чем мы живем. Кроме того, Будда принес дзен, дзен-буддист. А дзен что такое? Это умение переключаться с одного смысла на другой. Когда вы, вводя новый смысл, смотрите на себя и понимаете, как это было смешно. И вообще-то, чем выше вы идете, тем больше вы начинаете понимать. И восходить без дзена невозможно, поэтому как бы это основа. Дзен обязательно должен быть в каждом человеке, который восходит, иначе ему будет очень тяжело. Потому что, восходя, вы начинаете сначала преодолевать свои накопления в духе, которых у нас очень много всего. Мы были и убийцами, и захватчиками, и кем угодно. И это как бы создает силу духа и опыт духа. Если там выходить выше к отцу, да, отец никогда нас не смотрит плохой или хороший. Он смотрит твой опыт в целом, накопленный в духе. И из этого опыта он смотрит, какую мудрость ты накопил. И какой следующий шаг ты можешь сделать дальше. Следующим, кто пришел на планету, был Иисус Христос, тоже Иерарх. Его задача была принести воскрешение человеку. У человека было на планете в связи с Отцом всем сердцем, всей душой, всем разумением. Задача Христа была, он принес человеку что? Он принес душу астральную и чашу сердца, которая позволяет человеку входить в контакт с Создателем. Далее, следующий, кто был? Следующий у нас известен, это Майтрея, который что делает? Его задача освободить Майтрея, иллюзии трех Я. То есть для того, чтобы восходить, нужно освобождаться от иллюзий. При этом я хочу сказать, что иллюзии, в принципе, они нужны, потому что вы верите в одного Бога, в одного Бога, другого нет для вас. Это хорошо, потому что у вас начинает гордиться вера, как процесс. Без веры двигаться невозможно. И если говорить дальше, вот смотрите, каждый объект космический, он имеет свою сферу самоорганизации. Сфера самоорганизации содержит стандарты, законы жизни на этом объекте. Если мы пока туда не скоро взволим на меня. Если мы с вами постремляемся дальше, что сделали учителя? Учителя, которые приходили на планету. У нас были учителя 7 лучей. То есть пришли учителя из Солнечной системы, которые имели стандарты и законы жизни Солнечной системы. Их задача была подтянуть учеников, готовых в возможности Солнечной системы. Дальше идем. У нас был отец Ману, который управлял всей планетой. И отец Ману был из галактики. Прошу прощения. Ну да, Солнечная система, затем галактика. И задача его, соответственно, протооптать, что называется, дорожку для человека, чтобы поднять его еще выше. И если говорить дальше, то есть если мы посмотрим, вот множество, у нас есть множество Солнечных систем, которые складывают одну галактику. Галактик на самом деле очень много. И вот причем они в разных мирностях. И масса галактик начинает складываться в метагалактику. Если говорить о иерархии, то существует управитель на каждом объекте. Потому что он несет стандарт жизни, он несет законы. И его задача развивать тот объект, который ему поручили, поднимать этот объект выше. Вот если посмотреть в итоге, вот масса галактик соединяется в метагалактику. Получается, что, соответственно, есть кто-то, какой-то создатель, да, который вот стоит над всем этим. И вот этот создатель называется изначальный отец. Тут изначальный, потому что на каждой планете, на каждом объекте есть отцы. Это иерархическое название, иерархический статус. Кстати, могу сказать, что вот, например, Иисуса звали учителем. Почему? Потому что он был, он имел посвящение солнечное учителем. А что такое посвящение? Это права, которые человек с собой несет. Он имеет возможности солнечной системы, права солнечной системы, ввести в человека, который готов к новому открыться. Если говорить о изначальном отце, что это такое? Это сверхпассионарий. Вот смотрите, если мы с вами, вот смотрите, там маленькая красненькая точечка. Я вам условно нарисовала, галактик гораздо больше, солнечных систем гораздо больше. Вот посмотрите, мы где-то, 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 вот совсем не видно. Но как происходит вот это вот иерархическое развитие? Отец, который развивает вот все мироздание, развернул собой, то есть он в своем духе имеет вот эти все возможности. Это сверхпассионарий. Я начала с того, что у нас с вами было три части, да, слезя с отцом душой, сердцем, разумением. У отца их больше четырех тысяч, это на сегодня то, что, допустим, мы знаем, да, то есть во что нас водят. И вот у него он сверхпассионарий каждой частью, потому что душа, если говорить о слоях, есть на планете, на нашей, есть на других планетах, есть в солнечной системе, есть в галактиках. Это другие нервности. И возможности души, они начинают меняться. Возможности разума меняются. Возможности стандарты сердца меняются. И получается, что отец, как изначально, как сверхпассионарий, он вот это все в себе содержит, потому что если он перестанет имманировать вот эту сверхпассионарность посвящениями, статусами, частями, он просто перестанет держать с собой это мироздание. Далее, что хотела еще сказать. Отец, разворачивая мироздание, у него есть определенный план творения, но на отца нельзя смотреть, как на статическую систему. Это живой человек, который имеет более высокие возможности, и в его плане творения всегда заложена возможность сделать следующий шаг. Что делает иерархия отца, которых он направляет в разные объекты метагалактики своей. Их задача – искать команды, которые готовы выходить в новые возможности. То есть выходить из стандартов жизни, к которым люди привыкли, ну там, или существа, которые привыкли к жизни в своем стандарте, их выводят на более высокий стандарт. И отцу, отец, не, вот как бы изначально отец, его не интересуют одиночки. Если взять пятую расу, мы больше восходили одиночно. То есть мы искали учителя, который нас как-то направлял, но мы таким образом развивались. Следующая раса, она отличается тем, что отца интересуют только команды, только открытые, те, кто готовы выйти из одного стандарта и перейти в совершенно другой стандарт, более высокий. И иерархи, вот я сказала, что как бы отец направляет иерархов в разные объекты, да, они взращивают те формы жизни, которые растут на этих объектах. Если посмотреть на митогалактику, то дух отца, который разворачивает мироздание, он собой содержит все. И дух минералов, дух растений, дух животных, дух человеков, дух любых живых существ. И его задача создавая что-то новое, вдыхать новую возможность жизни. И в отце, в духе отца, знаете, вот как вот генетика, она идет из духа. И в духе отца, в генетике, вот все существа, которые он собою держит в этом мироздании. Дальше можно сказать следующее, что вот у нас заложен потенциал, знаете, мы все говорим, что, вот все постоянно рассказывают о том, что вся эзотерика говорит о том, что мы начинаем восходить. Да, мы уже начали восходить, то есть на нас зафиксировалась иерархия изначального отца. Что это значит? Когда есть команда, которая не боится идти в новое, потому что любое новое идет новыми путями. И держаться за старое совершенно невозможно, потому что стандарт жизни, все, что было, очень маленький. Вас выводят в совершенно иной стандарт. Представьте, то есть три части, которые были, и четыре тысячи частей, например, которые есть у отца. То есть нас в это начинают вводить. Я могу сказать, что постоянно, скажем так, вот эти команды, которые ведут иерархи, они между собой, знаете, это не соревнования, это возможность взять больший объем, новый стандарт, который предлагает иерарх этой команде, чтобы стремиться к отцу. И здесь как бы свобода воли, никуда не денешься. То есть как бы каждая команда идет своим путем и тем иерархам, которые ее развивают. Вот иерарх, который зафиксировался на нас, выдал команду к изначальному отцу. Это, я вам могу сказать, что это реальный человек, только более высокостоящий, который генерирует собой огонь, дух, свет. И все это исходит из синтеза. То есть это вот реальная личность, в зал которой можно совершенно спокойно выходить, советоваться. Что нужно отцу? Вот у нас заложена мыслеформа. Все мы, в Советском Союзе, все мы творцы. То есть что нужно отцу? Отцу нужно, чтобы мы стали рядом с ним. Мы не нужны рабы, которые говорят, Господи, помоги. А те, кто может стать рядом, могут сказать, отец, чем я могу быть себе полезным. Поэтому эпоха, следующая вот эпоха, это вот мы с вами оттуда смотримся, как человек планеты. Задача отца – вывести нас на человекные галактики. Это чтобы мы могли вместить с собой совершенно другой стандарт. Я говорила о том, что к отцу совершенно реально в обучение можно выходить, выходить к иерархам, что мы делаем. И вот вчера был замечательный фильм про космонавтов, называется «Время первых». Я думаю, что вы смотрели замечательный фильм. А во вторник у изначального отца был праздник, он называется «Праздник первого равного». То есть отец вот к любому, кто доходит, восходит и встает рядом с ним, как сотворец хочет быть сотворцом, что он делает? Он вам дает то поручение, которое он смотрит вот из вашей мудрости накопленной, и вы становитесь первым равным в чем-то своем. То есть нас большое количество, и каждый из нас настолько для отца индивидуален. И вот этот праздник первого равного как раз и проходил во вторник, и отец, он периодически разворачивает зов всем, кто восходит. То есть все, что вот всему своему мирозданию, он разворачивает зов, и, соответственно, он также разворачивал зов человечества планеты. И я попросила показать, как человек воспринимает тот зов, который разворачивает отец. Мы же знаем фразу «в звонок много, дойдут не все». Да, что это означает? Мне показали, что зов отца, он разворачивался, знаете, как, ну, простым языком, как волна определенной частоты, которая заполнила планету. И каждый человек, у которого есть созвучие, технический язык, не знаю, вот с этой волной у него начинается процесс... Нет, сначала синхронизация, а потом она создает резонанс. Вот мне показали, вот я прожила на себе просто стоя в зале отца, я в этот момент проживала, как это происходит. У вас включается некое бурление внутри. То есть зов начинает искать подобие, если вы его считываете, да? И в этот момент самое интересное, включается свобода воли. Хочу я себя слышать или не хочу? Фраза «Слезься с Отцом Небесным всем сердцем», да? То есть если ваше сердце отозвалось, вы среагировали или вы не среагировали. То есть у отца очень четкие законы, которые он соблюдает. Если вы среагировали вокруг планеты, так как мы сейчас вышли на отца очень высокого, его задача нас поднять до человека-мета-галактики, вокруг планеты развернута сфера самоорганизации. И на ней фиксация любого живущего на планете человека. Если в вас зов отца отзывается, система тут же включается на этот зов, и вам начинают подводить человека, какой-то знак давать, я не знаю, сон какой-то придет. То есть вот чтобы вы смогли сделать следующий шаг. Собственно говоря... Сеон состоялся сегодня. А? Сеон состоялся. Шаг состоялся. Все, ладно? Еще три минуты, да? Сейчас. Зоу Матери его услышали. Я могу сказать, что на каждом объекте точно так же есть и Мать планеты, и у нас Матерью планеты на сегодняшний день является Богоматерь, которая зашла в это выражение метагалактическое отцовую. То есть она сейчас держит нашу планету. Знаете, если говорить... Вот сейчас мы все устремляемся на Марс. Если говорить о Марсе... Вот смотрите, планета когда-то погибла... Почему? Была какая-то война, да, на этой территории. Любая война, она включает... Планета погибла, включается Дхарма. Планеты... Вообще у всего есть какая-то Дхарма, да? Включается Дхарма, которая закрывает процесс жизни на этой планете на какой-то участок времени, да? Но при этом вот те монады живых существ, которые там же люди жили, да, какие-то люди жили, вот монады живых существ, что делает Мать планеты. На Южном полюсе каждой планеты, если есть живые существа, она собирает монады живых существ, у нее там в другой мерности как бы свой зал. И вот сейчас, когда вот этот процесс завершился, мы устремляемся не просто так. У нас есть договоренность с руководителями Марса, что мы будем заселять эту планету. Каким образом? Кто летит на Марс? Посмотрите, у нас на планете очень большое количество людей из разных объектов метабилактики, для того, чтобы планета быстрее восходила. На Марс полетят именно те, кто когда-то жил на Марсе, потому что у них есть память духа, как развернуть жизнь на этой планете. Добавок ко всему, вот смотрите, летят пары, да? Значит, обратного пути нет. Значит, они должны как-то пожениться и родить детей. Откуда придут души? Души придут из тех монад, которые хранятся у матери планеты Марс, и они постепенно начнут воплощаться на этой планете. Еще один маленький опыт расскажу. Мы иногда просим, ну нас обучают, то есть это открытая система, это не закрытая. То есть нас обучают иногда, выводят на разные объекты звездные системы там или какие-то планеты. И вот нас вывели на планету Венера, причем выходить надо, знаете как, не на поверхность планеты, потому что это называется «в чужой город» со своим уставом. А нас вывели к управителям планеты, показывая, что корректно у любого объекта есть управители. И корректно взаимодействовать, не быть захватчиком, как у нас сейчас. Луну уделят и все остальное, да? А может быть там есть жизнь в другой мерности, а мы об этом не знаем. Поэтому корректно выйти к управителям, познакомиться с ними, и уже как-то решать вот эти вопросы более цивилизованно. Надежда, о вашем центре расскажите два слова. Наш центр занимает, исследовательский центр человека, он занимается вот внутренним строением человека. Мы говорим о том, что вот есть иран, который зафиксировался на человечество, на команду. Мы восходим тем, что нас учат. У нас есть огненные тела, то есть у человека есть тонкое тело, огненное тело. Отец, он вообще в огненном мире находится, да? И, соответственно, выйти к нему, чтобы не сгореть, можно огненным телом, но... Я не в этом. Где вы находитесь и чем вы занимаетесь? А, пожалуйста, отойдем, я вам только скажу. Нет, нет, ну я думаю, для аудитории это интересно. Вам интересно? Вам почему вы летом? Нет, я с вами разговариваю.